Чемпионаты и первенства, в которых принимали участие спортсмены Казанского федерального университета, ушли на зимний перерыв. Но работа спортивного клуба не останавливается ни на секунду. А о том, какие спортивные мероприятия в студенческом спорте нас ожидают, расскажет Наталья Жирнова. Пока студенты находятся на зимней сессии, спортивный клуб Казанского федерального университета «Казанский Юлбарс» уже вовсю готовится к новому семестру. Планы у спортклуба достаточно обширны, и одним из основных событий будущего семестра станет проведение внутривузовского этапа чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов. Вообще у нас несколько видов спорта, и самое интересное, которое добавилось в этом году – промо-дисциплина ДОТА-2. Он у нас весной и осенью стал самым массовым видом спорта, и мы планируем, что будет более 20 команд, что каждый институт примет участие. И ДОТА в очередной раз покажет, что это один из самых популярных уже видов спорта. Также у нас из промо-дисциплина бадминтон, женский мини-футбол. Мы стали чемпионами в этом году, и планку надо также поддерживать на всероссийском суперфинале. Ну и традиционные виды спорта – это как настольный теннис, шахматы, мини-футбол, стритбол, юбилебол. И все планируем провести на высоком уровне. К тому же в планах у юбарсов продолжить проведение такого важного мероприятия, как спорта-киада студентов и аспирантов, которая стартовала в начале учебного года и перенесенная с прошлого года в спорта-киады первых курсов. В феврале месяце у нас продолжается спорта-киада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Есть виды, которые мы вынуждены были перенести. Надеемся, что ситуация у нас нормализуется и мы спокойно сможем продолжить нашу спорта-киаду и провести запланированные виды. Есть некоторые нововведения в этом году. Во-первых, это спорта-киада первого курса, который был принесен с осени на весну. В апреле месяце мы стартуем и в мае планируем закончить. Есть новые виды, которые включены в спорта-киады, но пока не будем раскрывать. Надеемся, для наших первого курса это будет сюрприз небольшой. Помимо основных мероприятий, в зимний период для студентов пройдет традиционный оздоровительный выезд по здоровью, где каждый желающий может активно провести свои выходные. Мы планируем, что в зимний период времени мы сможем задействовать наших студентов и провести выезды так называемого по здоровью. В этом году они будут проходить в нашей обсерватории. Думаю, все-таки морозы спадут и мы сможем вывести, как только сессия закончится. Студенты с радостью поедут с нами, чтобы прокатиться на лыжах. Во второй части сезона, кроме традиционных мероприятий, руководство спортивного клуба планирует организовать еще как минимум два мероприятия. Но вот что именно будет, держится в секрете. Есть одно новое мероприятие, которое мы хотим предложить нашим студентам всех курсов принять участие. Небольшая спортикиада онлайн, которая будет посвящена памятникам дате. Пока это тоже в тайне, но в будущем все секреты мы постараемся раскрыть и предоставить нашему студенту. Остаток сезона 2020-2021 казанские лбарсы проведут в плотном графике. Каждую неделю сборные Казанского федерального университета будут выступать на Республиканской и Всероссийской арене, где с гордостью будут отстаивать звание одного из лучших студенческих спортивных клубов страны. А наш телеканал с удовольствием покажет успехи лбарсов в рамках программы «Неделя спорта». Наталья Жирнова, Леонард Давлитьяров, Универмьюз.